Всем привет! Вы опять слышите Лёшеньку Халецкого! И я продолжаю свой необычный ФФА-сериал, в котором я не играю, но зато показываю вам игру с видом от всех шести игроков. Это финал моему ФФА-турнира, так что я буду только комментировать, заниматься комментированием. Сразу ровно русский. Кто там? Чё хитрого? Фёп обзывается. Заключал со всеми договоров, а потом построил дебильное чудо. Ага. А что, действует на прошлое ещё, да? А разве нет? Я не знаю просто этого. Я ему спрашиваю. Насколько я понял, да? Действительно. У меня уже нету шестой кнопки на моём пульте управления камерами, потому что одного человека вынесли в прошлой серии. Если вы помните Ацтека, этим занимались египтянин и Эфиоп. Собственно, вот мы наблюдаем, что у египтянина Китсала два города Ацтека и, соответственно, у Тутанхамона Эфиопа тоже два города Ацтека. Давайте пройдёмся по тому, как сейчас народ развивается. Мирное время, следить за боевыми действиями негде. Давайте смотреть. Начнём с русского. Сириус. У него плюс 346 науки вход, 77 золота и 45 культуры. Он идёт, ну, вообще тут все идут по традиции, прямо скажу, ничего необычного. Но у него очень хорошее место. Он складирует в Новгороде... Со всеми тебя будут заключать? Складирует в Новгороде своих... Ну, чтобы скомпенсировать, мне кажется. Складирует в Новгороде своих учёных, заключают друг с другом... С Египтом, как не надо, мы так и лидируем. Да, кстати, не надо с Египтом. А с Майей-то зачем вы заключали? Ну, это кажется, что Египет лидирует, на самом деле. Я считаю, что тут лидируют трое. Майя, Россия и Египет в любом случае. А Эфиопия их догонит. Проблемы тут только у Перса. Я до сих пор считаю, это именно из-за того, что он очень странно города поставил. Очень неправильно. Ладно, русского мы посмотрели. Теперь Египет. Кецау, 368 науки. Ну, эти они где-то рядышком. У русского 347, у Египта 368. 368, 99 золото в ход. Зато 66 науки. Побольше, чем у русского. И тоже религия своя. У Перса хуже. 281 наука. У Майя... Майя вообще лидер по науке. 430. Уже школы он тоже заканчивал. 434. То есть школу законченную. Вообще так будет неплохо очень. И это несмотря на то, что русский уже построил обсерваторию. Так что у Майя в этом плане все очень неплохо. Он уже чьего-то шпиона убил. Видимо, прошлым ходом. Ну и 220 у Эфиопа. Но это только потому, что он шел по нижней ветке. В прошлых сериях он специально пошел по нижней ветке, чтобы захватить Ацтек. Он, видимо, давно это задумал. И сейчас он будет постепенно всех догонять. Во-первых, потому что ему все те технологии, которые другие открыли, ну, они вырвались вперед, будут стоить дешевле. Во-вторых, он построит... Ну, он университеты уже построил. Вот обсерваторию, видите, достраивает в Хараре. Я думаю, в Адисабабе она уже построена. Постепенно-постепенно он всех догонит. Так что потенциально у Эфиопа тоже очень все хорошо. Очень интересно, вот сейчас кто же что планирует. Я говорил в прошлых сериях, и сейчас считаю, что Китсалу бы сейчас неплохо пойти и позахватывать все морские города. Потому что ему никто не может помешать по-хорошему. Но у него... Вот он не прав в том плане, что он не исследовал хорошенько берег. Я не понимаю, вот он увидел русского и перса, и он не исследовал тот берег с русским и персом. И не увидел, что у русского всего один город на море, что ему достаточно пойти этот Ростов захватить вообще без проблем. И он будет на море доминировать. Египет. Я не понимаю, вот, то есть ему достаточно захватить Ростов и достаточно захватить Коломбо, тот город, который перс... Город-государство, который перс себе захватил. Почему Китсал этого не делает? Почему у него флот простаивает? Мне вот это не очень понятно. Может, он в комментариях напишет потом, о чем он думал в этот момент. Хотя то, что он нападет на русского, вообще ему никак вот в данный момент в минус не пойдет вообще в принципе. Потому что с суши... Ну вот он смотрит темографию, что немножко отстает. Но мы, в отличие от игроков, мы можем с вами посмотреть, сколько у кого науки. Мы знаем, что примерно на 50 науки вход у Майя больше. С суши на него никто не может напасть. Ну, предположим, хорошо, Эфиоп на него нападет с суши, но только чтобы отбить города Ацтека. Я думаю, что те юниты, которые есть у Китсала, ему будут достаточно, чтобы там хотя бы поотбиваться. Зато нападение на морские города, вот эти, Перса и Русского, сделает его доминатором на море. Он будет полностью доминировать на море. Больше ни у кого не будет морских городов. В общем, я считаю, что ему так надо делать. Почему он этого не делает, не знаю. Ладно, пойдем дальше. Что у Русского? У Русского просто очень хорошая территория. Он, конечно, это сразу понял и попытался захватить Перса, но то ли плохо подготовился, то ли был... Хотя он вроде подготовился нормально, кстати. У него неплохо было там арбалетов и так далее. Но Перс оказал достойное сопротивление, а Русский, похоже, его атаковал очень расслабленно. И получилось, что он вообще ничего у Перса не делает. И захватил в принципе. И сейчас занимается вот чисто так, что он возьмет... То есть будет зависеть от того, что он возьмет, рабочий факультет. Значит, все-таки на науку. То есть Сириус, я думаю, не планирует воевать. Он взял идеологию, он взял способность в идеологии, та, которая позволяет играть на развитие больше, чем на войну. Если бы предполагал он войну, я думаю, он бы взял пятилетний план. А у него пятилетний план пойдет очень хорошо. Но я думаю, он подождет и потом возьмет. У него очень много этих шахт, так что все будет путем. Теперь вот он будет развиваться. А место для развития у него тоже очень неплохое. У него тут два города на внутреннем море. У него много производства. У него идеология такая на производство. В принципе, перс, конечно, ему там мозолит глаза. Но по-хорошему, если... То есть бояться того, что перс на тебя нападет, вообще не имеет смысла, по-моему. Слушайте, давайте глянем, что тут у перса. Перс, бедняга, вот только сейчас в школы вышел. Он даже... Ну, видите, он даже не летел в индустриализацию. Кстати, в принципе, это логично. В том плане, что он отстает по науке, ему это надо как-то наверстывать. А что ему производство? Ну, кто-нибудь захочет на него напасть, он уже вряд ли ему какое-то производство поможет. Видите, у него тут вообще печаль на самом деле. Кстати, он повырубал, по-моему, все леса. Ну, у него и так изначально не очень хорошая территория была. Ну, а хоть по науке он попытается людей догнать. А потом уже вот сейчас он идет в индустриализацию. Что делать персу в этой ситуации, честно говоря, я не знаю. Ему, видимо, надо сидеть ниже травы, тише воды и надеяться, что лидеры друг друга поубивают нафиг. И на него никто не будет обращать внимания. Потому что нападать ему не на кого, помочь он кому-либо в войне не может. То есть тихонько прикинуться ветошью и не отсвечивать. Так, кто там что построил? Что у нас у Майя? Ну, Майя у нас лидер по науке. И по-хорошему у него главный конкурент это все-таки Россия. Воевать с Эфиопом далеко. Только если с самолетами. А Россия близко, у них вот границы рядом. Но, опять же, ему хочется, конечно, не воевать. Все какие войны были, Ара изображал, конечно, бурную деятельность. Но, по-хорошему, он особо войск не строил. По сравнению с другими игроками ничего такого он не строил. А, Химедзи построил Эфиоп. Ну, вот у Ары Биг Бен есть уже. Тоже неплохо. Кстати... Бедный Катманду за что-то его. Ну, счастье до хренища, целиться никуда. Захватил русский Катманду. Жертва судьбы. Расползается потихоньку. Через традицию расползается. Ну, да, счастье до тебя. Что бы перса захватил? Хорошая идея. С персом у него уже обломилась, поэтому как-то не особо, я думаю, стремится Сириус. Персон уже на готове. Подска, да, генерала держит. Сразу же, чтобы любить. Так, ну, продолжим с мая. Ну, да, что придут. А кончится с перс, так же, как с тобой в Пашке. На ядерках. Да я не думаю, что тут с тобой кончится. То есть, Пашке, у меня тут территория была более-менее неплохая. Перс говорит, что он не думает, что с ним кончится, потому что в тот раз у него была неплохая территория. А тут у него, конечно... Ну, я еще раз повторю. Я уже, по-моему... Скорее, мне кажется, тебя мая вынесет сейчас от той. Потом меня. Ну, мая неудобно. Как только он нападет на меня, на него нападет Фиоп. Ну, вряд ли на него и Фиоп нападет. А может, не нападет ли? Просто и Фиоп, и Фиоп, и Фиоп, и Фиоп далеко, а я думаю, уже близко. Ой, уже синхронно опять. На Сиоп, он по науке отстает, как-то наверстать во рту и сейчас вообще. Просто он тогда угробит себе игру. Ну, я надеюсь, вы слышите, вы слышите, вы слышите, что перс говорили, он говорит, совершенно правильные вещи. То есть, по-хорошему, сейчас... Казаке Майя вызовет, что у него единственный соперник Россия. Нет, ну казаки казаками, просто вращу лучше. Ему бы договориться... Пока ты догонишь, он уже ученый... Можно еще Майя договориться с Египтом, но, правда, Майя не видит карту, естественно, как видим ее мы. Что ты его пугаешь? Ну, если бы еще Китсал с моря ударил... Да не пугаю, просто... То в России тут все. Всех. Морально, да, так? Так, ну и давайте глянем, что у Эфиопа. Он уже 233, кстати. А что тут у нас с Персом? А, у Перс уже 357. Ну, это вот школы, видите, как дали сразу плюс. Эфиоп пока только обсерватории достраивает. Он, по-моему, школы еще и не открыл. Ну, отстает он по науке, конечно, и по развитию отстал. И вот Эфиопу тоже хотелось бы, я думаю, как и Персу сейчас поразвиваться. Но я все-таки считаю, что в будущем вот так выглядит Эфиоп очень сильно. У него такая широкая территория довольно. Он может свою такую волю и Египту диктовать, и Майя. Причем Египту это не очень удобно, потому что, я думаю, Китсалу бы хотелось на море чисто тусить, а не морскими юнитами. Ну, для того, чтобы Китсалу не волноваться, ему надо захватить города Русского и Перса, которые выходят на море. И все. И тогда он может клепать, забыть про морские юниты, собственно, начинать клепать чисто наземные. Клепать авианосцы, на них перевозить самолеты, атаковать оттуда, откуда никто не ожидает. Ему реально можно вообще Китсалу по-хорошему. Вот как выглядит карта, он может приплыть, например, авианосцем и захватить Адис-Абебу. Да, это вполне возможно. Ну, хотя сложновато, ему все равно наземные юниты надо как-то привезти, но атаковать Адис-Абебу самолетами вполне возможно. Так что Адис-Абебу надо быстрее наверстывать развитие. Кстати, что у нас тут Китсал чем занимается? Он зоопарки строит. Китсал считает, что у него маловато. Ага, красный форт, кстати. Ну, не знаю, зачем Китсалу это чудо. Может, просто чтобы у других не было. Единственное объяснение. Потому что я не вижу, честно говоря, как кто-то может приплыть и... Ну, если только он, знаете, с таким заделом, чтобы в Теначтитлане работали защитные здания, если вдруг на него Эфиоп нападет и все. Вот только так. Ну, так, в принципе, красный форт, по-моему, в данном случае бесполезное чудо. Что русский строит? Фрегаты? Так, кто-то... Кто-то чудо построил. А, нет, это... Ну, я еще раз напомню, что мы слышим все звуки из игры Китсала на данный момент. Может, дальше я поменяю звуковую дорожку. Просто я не хочу звуковую дорожку переключать. Достаточно и видеопереключения. А так звуки из игры Китсала, поэтому... Имейте в виду. Так, что русский в своем внутреннем море строит фрегаты. Видимо, то ли он будет пытаться с моря атаковать город Майя, который, в принципе-то недалеко, если прокачать фрегат на стрельбу через клетку, ну или фрегат потом апнуть. Ну, видите, он два фрегата строит в Новгороде и Санкт-Петербурге. Или боится, что, может быть, Майя будет плыть сейчас через это озеро. Ну, интересная, конечно, идея построить фрегаты. И куда он идет? Ну, пока идет в военную науку. Возможно, дальше он будет динамит открывать. Ну, блин... Ну, хотя динамит, если только перса атаковать динамитом... Ладно, решил, ведь он дальше не выбирать ничего. Так, караваны в Москве. Ну, в принципе, понятно, все так. О, у Майя везде ГЭСы строятся. Это, конечно, круто. Это еще плюс производства. У него нормальная речка, так, хотя бы в столице. Очень неплохо. Ну, блин, я вот все смотрю. Мне, конечно, больше пока место Майя нравится. И как он развивается так все. То есть, мне кажется, у него веселее всего. И при этом он не палится особо. То есть, в демографии не видно, что у него там все классно. Прям уж так. Офигенно. Так. А у перса до сих пор все грустно. Ну, он хотя бы школу построил. 391. Ну, давайте глянем. У русского 460, считайте. 500 у Египта уже. Неплохо. 391 перс. Ну, вот Майя уже чуть проседает. 484 у него науки. То есть, сейчас у Египта больше всего. Ну, и меньше всего у Эфиопа. 272. У него и производство, кстати, меньше всех. Но он отъедает города, что, в принципе, правильно. Зато первое по еде. Так. Ну, вот. 303 науки. 505 у Египта. Еще. У Майя. 505. 505 еще и ученый появился. 400 у Египта. 400 у Перса. 511 у Египта. И 460 у Русского. Ну, русский что-то начинает немножко отставать по науке. И еще не забывайте, что у русского много городов. Это значит, вот у Майя 5 городов, да? Ну, и 5 у Египта. А у русского 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Если бы Майя шел бы во рту, то, я думаю, он бы не выдавал бы в Конгресс налог на стажировки. Ой, налог на армию. Мне кажется, Майя в нефть вышел. Нет, Майя в нефть не вышел, как мы видим. 7 городов, то есть у него как минимум процентов на 10. Чего-то, наверное, процентов на 10. Дороже стоит технологии, чем для Египта и для Майя. Значит, это Сириус, ну кто-то. Я не думаю, что никто не вышел в нефть. Мне кажется, это этот самый вышел в нефть. В Египте врёт всем. Возможно. Ну, это, кстати, да, это самый такой, правильный подобный вариант. Ну, кстати, по СМО, всё-таки расчет вышел. Ну, Египту идти меньше всего, кстати. Он в Ак-тригарте же вышел. Там две техи. Дай лад, дай лад, сверху. Всё-таки русский вышел в нефть. Русский вышел в нефть и смотрит. Что у Египта две нефти. Ну, не сейчас он смотрел, а секунд 10-15 назад. Ну, во всяком случае, русский нефть видит. У него нефть тоже есть. Он ведь уже рабочий обрабатывает её. Ям на месте Майя, конечно, напрягся, как электричество. Потому что строится... Потому что строится... Знаете, что, скорее всего, Сириус даже планирует не самолётами, а, наверное, апгрейдить фрегаты в линкоры. Ну, блин, это такое, знаете, что-то затратное. Ради одной чеченицы чисто построить юниты, проапгрейдить их, потратить на это деньги, чтобы только захватить один город, и всё. Это очень круто. По-моему. Может, они просто какие-нибудь и поддержки, но всё равно. То есть, вот эти деньги могут только чеченицу атаковать, в принципе, когда они проапгрейдятся в... За армию никто не голосовал, а не счастье. Но я хотел кинуть голоса. Кто-то у русского украл теху. Судя по тому, что Анатолий вышел в современность, наверное, то он и украл. Современность? Прожёгся, что ли, в радио? Я думаю, так открыл. Среди ходят, да. Не, он просто это посередине хода высветил табличку. Могли там, Оксфорд. Там, Струб. Ну, мы говорим, что он как украсть у... Оксфорд. Оксфорд, Оксфорд. По-моему, русского он украл теху. Просто вот увидели заново на Москве начинается шпион у перса. То есть украл технологию. Отчаялся? Фабрика идеология, да? Фабрика идеология пытается протолкнуть эти голосов. Примерно у всех одинаково. Забавно. Так. Ну, что там у Татанхамуна? Когда он смогёт... Но, видите, он школу ещё даже не открыл. То есть ему ещё школы построить. Он догонит по науке. Всё у него будет хорошо. И тоже у него пять городов. То есть по пять городов у Египта, Эфиопа и Майя. Семь городов у русского и звезда нашей игры. Перс четыре города. С другой стороны, конечно, у него тихие дешевле стоит. Но, на самом деле, лучше иметь больше развитых городов. Потому что они всё равно будут больше науки давать. То есть тут, конечно, у перса проигрыш в развитии всё ещё идёт. Ну, пока небольшая пауза. Опять напомню, что спонсором моих видео выступает каталог и справочник городов Двагис. Зайдите на двагис.ру и совершенно бесплатно скачайте под вашу платформу этот справочник. И для вашего города. Там много всяких новшеств и много всего полезного. Ну, это не просто карта, а действительно удобный справочник. Двагис, если быть точным. Ну и что там заговорило на фоне у Китсала? Похоже, какую-то технологию открыл. Перса, где там грешки? Там пророк гуляет истинами. Там нет грешек. Вообще? Там и территорий больше нет. Нет, там территорий нет. Всё. Не ниже, не выше, не где больше. Кто-то идеологию принял. У вас там всё плотненько. Уж не эфиопли. Хотя он только ещё строит. Только строит. Ну, у нас, если не изменяет память, порядок у... Ну, порядок точно у русского. А вот дальше я сомневаюсь, честно говоря. По-моему... А, и свобода у Китсала. Ну, перс точно не мог ещё принять идеологию. Он только индустриализацию открывает. Сейчас вот глянем. Ну, открыл индустриализацию. То есть, ему ещё строить фабрики. Видите, он свои эти банки только начинает строить в некоторых городах. Так что, либо Китсал, либо Майя приняли идеологию. А, точно, в радио, в рум. Перс принял идеологию, он в радио вышел. Точно. Извините, забыл совершенно. Ну, все пока играют в развитие. Такая развивающая игра. Я даже не вижу, чтобы кто-нибудь готовил какую-нибудь атаку. Видите, уже тут очередь у... У Эфиопа в городе, что построить. Никакой армии, в принципе, не видно. У Ары. У него уже ГЭС построено. У него уже производство должно быть так повеселее. Что? У меня вот единственное, что... Ага, пушки пошли. Так, ну, я думаю, что... Сириус готовит атаку на Майя. Это... Ну, потому что... Мне это подсказывает то, что были построены фрегаты в том озере, который соседствует только с Майя. Я думаю, что он планирует на него нападать. Что, в принципе, правильно. Ну, потому что, понимаете, вот напасть на Перса в данной ситуации, это опять разозлить всех остальных. Типа, вот, русский на всех нападает. И даже если он захватывает Перса, он просто, ну, не получает ничего. У Перса, по моему мнению, мусорные города. То есть, да, он, возможно, уберет соседа, но это не тот сосед, который тебе может как-то помешать. А вот твой основной сосед – это Майя. И мне кажется, стоит именно на Майя нападать. Если уж планировать нападение, то в данном случае Сириус совершенно верно действует, пойдет нападать на Майя. Другое дело, стоит ли оно того? Знаете, такая территория... Ну, опять, видите, в демографии красиво все у русского практически. Стоит ли это нападение? То есть, надо быть очень хорошо уверенным в том, что Майя захватится. Ну, хорошо, предположим, Тулум падает просто. Но я думаю, что Ара будет только рад, если у него этот город захватят. Потому что этот город ставился только ради угля и свою миссию он выполнил. То есть, фабрики у Майя построены везде. И я не думаю, что Аре хотелось бы этот город развивать, потому что он легко берется действительно. Чеченица, даже если русский возьмет Чеченицу, я думаю, он потратит на эту атаку... Кстати, вы не в курсе, почему у меня, может быть, минуски алюминия. Хотя я его только открыл, и ничего не стоило за алюминия. Ха-ха-ха. Воровство. Коррупция. И все ладжи уже сперли. То есть у меня минуски алюминия, я ничего не стоил за него. То есть реально так. Ты кому-то его торчишь. А-а-а, да-да-да, кстати, я с кем-то что-то заключал. У кого-то я при алюминии очень просил, похоже, когда-то. Вот поэтому. У меня его не было, чтобы у меня его попросить. А, ну с этим я алюминием боролу. Интересный глюк. Ну вообще, ну вот, он навел мышкой. Куда тратиться? Странно, конечно, минус 3 алюминия. Откуда-то, почему-то. Такой штраф персу. Так, что там у Египта? Смотрит туризм влияние. Но у Майя слабенький туризм. Просто это единственный просто у кого есть туризм. Просто Майя построил когда-то Парфенон. И, видимо, поэтому у него идет какой-то небольшой туризм. Оперы уже строят. Ну, Египет строит оперы. Будет культурным. Ну, смотрите. Ара достраивает ГЭСы и стрелков начинает строить. Я думаю, что он начал волноваться по поводу того, что там увеличивается армия у русского. Потому что это заметно. Кого там убили у Египта. Непонятно. Уголил уже сообщение. Будет религию распространять, интересно, свою? Ара или просто так гуляет пророком? Стены. Ара стоит в поленке стены. Что-то он подозревает. Чего там один-один? Что-то подозревает. Хотя можно, например, столько ксчейндж построить на деньги. Он строит стены. Ладно. Что у нас с наукой у Тунхамона 317. Как-то не особо все-таки. Ну, еда уже третья он по населению. Тунхамон первый по еде все время. Он просто отъедает города. Все правильно. Все абсолютно правильно. В филах сидит шпион. По-моему, практически все филы почему-то посадили шпиона. Интересно. Кицалы все прут. Хотя, кстати, лидер по науке, ну, может, в демографии показывает. Давайте еще раз проверим, русский 400, 407 или 497, непонятно мне, 538 Египет, 408, наверное, 497, да. Принес, нет. 531. Ну, примерно на 40, примерно на 40 отстает. Узер в вашей канал не застал. Че, Анатолий оттенился, что ли? Вывавился. По крайней мере, в TeamSpeak. Кто-то у них там в TeamSpeak. Я его глубоко шокировал на предложении. Небось, Улан предложил, да? Ну, почти. Пушки тоже. Так, а что все-таки... Фигачит все равно. Ну, три фрегата есть. Ну, начал строить больницы, то есть... Видимо, все-таки Сириус... Персся хочет научные стажировки прокатить, а? Ну, это единственное, что может его спасти. Ну, да. А, он, наверное, решил дождаться... Ну, реально у него такая печалька тут. Сириус дождется авиации. Очень большая часть. И тогда он начнет... Ну, да, конечно, проспал, кицал возможность захватывания морских городов. Не знаю, почему он это не сделал. Как, кстати, что он видит вообще? Ну, он так... То есть, вот он... Самое главное побережье, собственно, то, которое он мог атаковать, он как раз и не исследовал. Видите, вот на мини-карте. Какую-то фигню исследовал по периметру в основном, и все. Не очень, не очень. О, алюминий только сейчас открыл. И уже есть алюминий у кицала. Да, у кицала, кстати, уголь он брал у города-государства. И вот сейчас, видите, он его опять вернул. Да, сам Вильнюс нужен ради угля, если кто из его соперников не понимает. Вот русский территорию Египта, побережье, исследовал, а Египет, побережье русского перса не исследовал. Почему так? Непонятно. О, в ФИВах можно... В ФИВах, слушайте, в ФИВах гидроэлектростанция очень много молотков даст, потому что там... Ну вот вы сейчас видели, какие диалоги у кого приняты. Очень много, видите, рек вокруг ФИВ. Так что гидроэлектростанция будет очень в тему. Ну вот только сейчас Египет начинает все открывать. Екатеринбург классный город. Екатеринбург? Согласен с тобой, но... Пусть стоит, жалко, что... Другу уран тут будет взять. Думаешь, Ростов у меня что-ли? Намного лучше город, блин. Ему обрабатывать там нечего. Москва все обрабатывает. Блин, достали эти баги, то, что не показывается выработка клеток. Постоянно. Перещелкиваю на другую часть карты и не показываю. О, автократию Перс. Перс идет в... Убит персидский шпион в Москве. Персидская автократи. Нехорошо, Перс, нехорошо. У меня шпион в Москве Татьяна. Ну, для Перса, кстати, это логично, потому что в автократие есть такая замечательная способность быстро красить технологии. Так что, вполне, он просто сажает кому-нибудь... Что, у нас Перса-то до сих пор нет? Сажаешь... Так напишите ему, что он не знает, что он вылетел. Или к русскому и крадешь техи. Ну, правда, сейчас у русского его шпиона убили. Ну, это все быстро возвращается. То есть, вполне можно нелеверить отставание по науке. Давайте сейчас еще раз проверим науку. Русский 502. Египет 540. 409 Перс. Уже соточка всего отставания. 531 Майя и 319. Ну, вот, интересно, сейчас вот достроятся школы у Эфиопа, насколько он догонит. И тем более он все растет и растет. Был третий по населению. Скоро станет, я думаю, и вторым вполне. 21, два города 17, 14 и 8. А у русского... Ну, столица маловато у Эфиопа. В сравнении с другими... Ну, я бы написал... Давайте у Эфиопа глянем. Пока ничего не ответил. 26. 11, 19, 17. У русского, по-моему... А, ну, кстати, и первый. 23. Ну, вот, более-менее похоже на то, что у Эфиопа. Но все равно. То есть, по-моему, самая маленькая вообще столица будет у... 26 тоже, 26 у Майя. И, наконец, у Перса. Ну, у Перса должны вообще все города быть большие, потому что у него все-таки 4 города, меньше всего городов, чем всех остальных. Он, по-моему, отошел от компьютера. Не посмотрим, какие у него города. Почему надо отъедать столицу? О, вернулся. Почему надо отъедать? Ну, а вернулся. Да, вот это... Не в курсе, что у меня с алюминием-то. Могут быть, почему у меня его... Сначала было минус 3, когда у меня ничего... А ты наведи на него, ты наведи на него и посмотри. Там используется сколько? А, не написано, что сколько используется. Ни сколько не используется. Ничего себе. Вот так вот. Грабеж, коррупция. То есть, я построил участок... Вот еще маленькая столица у Перса, кстати. Ну, можем, в принципе, и все остальные согласны, просто загрузить. Да нет, потому что оно произошло, я не знаю. Да, вообще странный глюк. Какой-то странный глюк. Откровенный жаряк. Так, ну, я думаю, такая серия будет вся про развитие. Тут не похоже на то, что кто-то соберется воевать. У вас ни у кого такого не было никогда. Может, это его этот мод, который он поставил, подгадивает как-то. Странно. Ну вот. Одна школа в Адисабебе уже сразу плюс 50 науки в ход. Неожиданно. Что неожиданно? То, что ты со мной одновременно вошел. Неожиданно это было. Я вошел, я вообще, я еще не вошел, вообще-то, в АРА вошел. Прикольно, открыто перетеки в современности радио. Ну, плейсбл парцов русский. Всеверо через разные. В радио вышел перс, а в плейсбл парц вышел АРА. Ради, как видите, ради... Кто-то на кого-то нападет, походу, сейчас. Ну что, русский начинает самолеты? Да, пошли самолеты. Пошли самолеты. Неужели никто, ни у кого нету шпиона, посмотреть, что русский везде самолеты клепает и сообщить это всем остальным? Стандартизацию. Ну, Майя вошел через... И фото первой мировой, как я понял. Да, через статую. И он статуя уже, собственно, заканчивается. А, ну у него же свободы. Инженеры, видимо. Использовал, естественно, 27 поленки. Большой город. Да, самая большая столица именно у Майи. Ну, Ара, конечно, развитие тут... Все, зашибись у него. Блин, из-за долбанных исторических мест я не могу обработать клетку, построить там... Что хочу. Статую. И, кстати, он вторым вышел в Саландаре. Первый, наверное, китсал был, судя по всему. Так, за кого он голосует? За себя. Так, музыка какая-то пошла внезапно. Я за перца снова. Мы с ним, дружочки-пирожочки, теперь. Да, я тоже за перца. Глянь, только что алюминия. Почему? Тут он хамон держит этого поселенца рядом со столицей. Я не знаю, в какую серию он там у него стоит. Знаете, сколько он золото тратит? С каждой эпохой все больше золота в ход. То есть, не знаю, там... Все, еще третий. Ну, смотрите, не так уж и сильно отстает по населению, а по науке на 8%. Майя-майя. А вот теперь, что самая большая столица. 22. 27 поленка. Как-то могил его. Все в поленке постел. Я старался, да. Ну, другие верды немножко поменьше все-таки. Да, кстати, мы трогаем грязь. Просто вы не видите. В поленке вообще. Что не клетка, то река, блин. Вообще будет улететь, блин, по производству. Все осмотрел, у него вокруг, по кругу так реки стоят. У него почти все клетки будет сейчас. Возьмите, что никто не держит шпиона у... Шпиона. Возможно, чуть позже он уже увидит, что там. И строит самолеты русские. Мне все интересно, как он все-таки планирует. Я думаю, что он планирует на Майя нападать. Но... Мало ли, может, он второй заход на Перса сделает. Кто его знает. А Кицал чисто в развитии тут играется. Теперь на денежки пошел строить. Упустил статую свободы, кстати. Ну, а с другой стороны. Пускай, может, у Майя она будет. В том плане, что там русский с Майя будут друг друга крошить. С производством. А он тут сидит тихонько. Тоже. Хотя и лидер. В археологии. Ну, только сейчас четыре входа до биологии Ара. Но он шел в статую конкретно. Русский конкретно шел в нефть, чтобы построить, начать строить самолеты. А вдруг еще у Майя, кстати, не будет нефти. Блин, ну что с русским делать будем? Ну что со мной делать? Не надо как-то ничего делать. Я хорошее дело пушистый. Делать с ним ничего хотите. Пусть живет. А он хочет напасть на тебя, что ли, или что? Ну, самолет встроен. Три самолет встроен. Он еще фрегаты строит. Ну, вы, конечно, что не захватите. Надежда наш компас земной. Не то, что так кажется. Ара, веди своего пророка к себе обратно на помощь. В том, тут у меня разведывают грозит. Это же факс-то. Ну, вдруг на тебя самолет уже полетят. Ну, я вымекаю тебе. Те надо быть религиозной подпиткой такой. Духовные скрепы, так сказать. Да, как он мог не учесть, да? Вроде столько часов ссылок на игру, но я не знаю. Да, да, да. Да, да, да. Так, что там у Фиопа? Триста семьдесят девять. Все, он... Нерника, кстати, это твой пророк на колдавал, что у меня алюминия нет. Это же должен был быть. Ну, моя стерил. Не знаю, вот все возможно. Четыре, ну вот. Еще двадцать науки хотя бы до перса. Но чуть-чуть, чуть-чуть уже. А так, все, конечно, по науке последнее. Фиопа пока. Вкат. Ох, моя-мая. Опять отобьешься, да? Остаешь там его пехотой. Да я не знаю, что ты лезешь. Все. Пошла война. Ну, давай попробуем. Давайте посмотрим. Не получится, не получится. Сейчас, конечно, самое время Китсалу. Ну, мое первое производство, кстати. Ну, а я что говорил? Ну, сейчас как ГЭС там, палинки зарядят. Это вообще... Есть. Китсалу давно построен. Блин. И, ба, он прошлым ходом же эту построил. Как я... Так, Китсал там не собирается плыть? Не знаю. Я бы на месте Китсал реально ударил бы по-русскому. Захватил бы эти морские города. Я не понимаю, почему он не хочет доминировать на море. Почему? Китсал, напиши в комментариях, почему ты не хотел доминировать на море. Что за фигня такая? Что не так? Всего-то три города захватить. Слабых причем. А один при этом еще и ГГшкой обратно станет и будет тебе бонусы давать. И у русского там два города никаких, в принципе. Странно. Что-то он Сириусу предлагает. Защитный пакт. Ну, не знаю, Китсал. Не знаю. Не знаю. Ну, опять же, он, конечно, не видит всего. Так-то Майя в науке хорош, но... Если Сириус его сносит, то... Что-то я не пойму, что сегодня с игрой происходит. Но сейчас... Почему-то зашло, понимаешь? Благодаря чему клетка, на которой стоит караван русского, открылась... Ну, не открылась. То есть я ее теперь вижу. Хотя я ее не должен видеть, по правилам не видеть. Нет. Нет ничего. Опять коррупция. То есть она находится за две клетки от моей границы, и никаких моих юнитов тут нет. Да. Коррупция. Что-то тут не сейчас. Нет, ну почему, если... Что-то да, то ли Юлия, да, говорит, что... Пророк про этих двух караванов, которые там были, то они просто на холме стояли. Сейчас, подожди, Сириус, он через свою территорию пророком пойдет, у тебя все самолеты попадают. Те караваны, которые Перс видел, они стояли на холме, поэтому, собственно, он их и видел. Все честно. Так, что там у Китсала? Ага. Что у нас тут с войной? Блин, извините, не показал... Не показал, что Китсал принял. Так, Чеченица уже красная. Идеологию последнюю принял, наконец-то, тут Нахамон. Но он, скорее всего, порядок возьмет, я так думаю. Ну, я бы на его месте, во всяком случае, брал порядок, потому что с большим количеством городов, в принципе, порядок лучше. Так, пехота, уланы. Блин, понастроил тут в фрегаты, в этом своем болоте, блин. Думал, на меня пойдет русский, ой, это майя. Перезряет, получается, и встроен. Майя пойдет на фрегаты? Ну, он в борту шел, я же самолеты шел, он в борту. Наверное. Ну, как я понял, уже не в борту, он на бок. Я думаю, что он наоборот, он сворил самолеты, а ты ворота. А как мы... Нет, я пошел. Ну, мне вообще приятные, в моем болоте, хороши для защиты. Да, русский шел во рту, у Майя шел в самолеты, но почему-то у русского самолета и у Майя аркает. Ну, русский, я так понимаю, прожелся, мне это... Одного ученого подать. Ну, который лишний у меня был. Частливый. Да, хорошо живешь, лишний ученый, ну, лишний из этого в парковке. Это не лишний запасной. Можно и так сказать. Ну, кстати, ученый от фарфорки тоже учитывается. Счетчики. Да. Ну, вот видите, оказывается... Ну, во-первых, мы знаем, что Майя не шел ни в какую арту, он шел конкретно в статую свободы. Просто ему там пришлось несколько нижних технологий открыть, чтобы в свободу выйти. То есть там стрелков и так далее. Может, поэтому кто-то подумал, что он идет во рту. И второе, оказывается, русский боялся все-таки, что Майя на него будет нападать, поэтому построил аж три фрегата. Ну, блин, ну, это надо быть каким-то самоубийцей, чтобы через это озеро плыть, нападать на русского. Перс, ударь в спину. Забери Москву. Я у меня с оборонкой. Да, с русским уже все, по-моему, оборонку заключили. Кицал зачем-то оборонку заключил, непонятно. Ну, так, я бы на него пошел сейчас. Уже одинаково науке. Я все думал, он заключать с ним или нет. Уже почти третий по всему эфиоп. Пытается судорожно всех догнать. Ну, немножко, видите, все-таки плоховато. Потому что, во-первых, притормозил с идеологией, не принял. Как-то у него, он не получает как-то бонусов пока от захвата, от захвата городов Ацтека. Не знаю, не знаю, как оно тут дальше пойдет. Ладно, что у нас тут с битвой. Прокаченные самолеты, две прокачки на юнитов. Перекидывает в Нижний город. В Новгород, все, в Новгород. Будет аэродром Новгорода, знаменитая новгородская эскадрилья. Обстреливать майянские города. Так, ладно, а что тут? Что с нефтью? Нефть есть у Ары. Шесть штук, как минимум. Шастья. И он может спокойно строить... Ну, скорее, ему трипланы надо строить, а не бомберы. А он зачем-то продолжает строить юниты. Ну, ему уж будет просто русский их коцать и все. Это сколько, кстати, город мой наносит в ответ на поедете само для удара? Ну, сколько ходов по бомблю? Тридцать три, да, откуда? Угу, угу. У меня сейчас 54 у самолета осталось. Но он прокачан в прокачке на город. Ну, в общем, слабо город отвечает. Прямо скажем. Но он там арсенал достраивает, как я понимаю. Ара достраивает арсенал у себя в городе. Ну, блин, опять выглядит так, что русский город возьмет. Но, правда, я так же говорил тогда, когда он на перса нападал. Ладно, что тут кицал. Все играется в развитие. Хотя вон оружейное строится в Мемфисе. То есть что-то он там планирует строить и прокачивать. Ладно, а у эфиопа что? Тридцать триста восемьдесят семь. Что-то у него куда-то... Нет, что-то сдается, он официально выбирает. А, у него, видите, несчастье стало, и поэтому... Да нет. Мне то, что кажется... Я вообще нигде не первый предметр. Поэтому бонус от рационализма пропал. Усиление. Непонятно, почему. Ты там нащипел, ты ни разу не напал. А что ему там реально никто не может доходить? Нет. Только и сироп, но он в жопе. Да. Печалька. Провел болевый корень, плыл бы к нему с вами самолеты, и он приперся. Соро не возьмется с ним. Думаешь? Почему? Я не думаю, что у меня самолеты нет. Сейчас построил второй. Второй. Упицам 646 науки уже. Так он себе даже и с ним Айли, он не Паренки атакует, а что-то другое? Он с Синиц атакует, но это... Не знаю. Вы как, не хотите засейвить и завтра продувать? Самое интересное, это что? Ну, вообще, выглядит так, что вполне может взять чеченицу, честно говоря. Теперь у меня еда из городов почему-то попадать началась. Ну, не знаю. Кицал там вовсю как бы вырвался по науке. 570, у Кицала, у Ары 570, у Майя, у Кицала уже 675. Откуда он, блин, так много науки сразу взял? У Русского 530, реально сейчас улетит 424, и у Эфиопа, смотрите, 387, то есть у него примерно 50 науки сняло только из-за того, что он в несчастье ушел. А я напомню, что рационализм дает, по-моему, плюс 15% науки, если у тебя плюс по счастью. Поэтому крайне не рекомендуется уходить в несчастье, если вы приняли рационализм. За этим очень важно следить. Ну, смотрите, 50 науки, вход практически, у Эфиопа куда-то делать. Кицал везде оружейные строит. Что-то мне кажется, что он, наверное, планирует... Что, с Эфи говорите о чем кодом? Что-то как-то не очень прикольно, не очень вовремя, я бы сказал. Ну, давайте еще там поиграем, полчаса. Ну, я бы тоже засейвил, на самом деле. Думаю, что Кицал планирует атаку Эфиопа. Но вот видите, практически вся игра у нас была на... Вся серия была на развитии, и к концу серии начинаются военные действия. Зачем? Треплан? Видите, Ар не в курсе, что трепланы делают. Ну, видимо, он не в курсе, на сколько клеток они действуют. В конце серии начинается самый фарш. Но я думаю, что продолжим мы уже за этим наблюдать в следующей серии. Ну, так что, сейвим следующих, например? Это принципиально важно. Иду я сейчас в атаку или нет? Ну, ты говори, если тебе там надо, и счет, то мы можем... Ну, нет, сейчас вот логический такой промежуток, сейчас можно сделать сейв. Ну, давайте, молодец. Хорошо, в начале следующего хода сделаем. Кицал, что-то там... Или сейчас сделаем. Скриншоты какие-то. Ну, давай, что-то там. Давай, что-то там. Что, тогда не бою? Завтра доигрываем, да? Ну, все, на этом все. Спасибо, что досыряли до конца. Раз вы это сделали, то, видимо, вам это видео понравилось. Так что не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и поделиться этим видео. Вы слышали Лешу Халецкого. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Продолжение, я думаю, завтра-послезавтра. Продолжение следует...